Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Диагноз недели». В студии работает Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родианов и звукорежиссер Родион Золотарев. Экспериментальные неврозы у нас сегодня. Да. Что такое неврозы, знают все. Хотя термин довольно-таки уже считается устаревшим. Достаточно старый. По-моему, впервые понятие невроза сформулировал, кажется, шотландский ученый Каллен, аж где-то в середине 18 века. Потом к неврозу подходили с разных точек зрения. Неврозами занимался академик Павлов. С моим опытом именно на собаках. И как раз он имеет прямое отношение к экспериментальным неврозам. Он трактовал невроз как нарушение высшей нервной деятельности, функциональное нарушение, то есть без налички органических повреждений, и связано с различными сочетаниями процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга. Потом понятием невроза занимался Фрейд, и после него все многочисленные ответвления психотерапии. Фрейд считал, что невроза – это конфликт внутрипсихически, когда, например, то, что происходит в бессознательном, неограниченная мораль и так далее, порывы импульса бессознательного встречаются со сверхсознательным, с заложенными в нас жёсткими нормами, как правильно, как неправильно. Вот на стыке всё это возникает, невротические ситуации, и дальше, например, это развитие в зависимости от личности человека, от его особенностей и так далее. Что такое экспериментальные неврозы? Учёные – люди путливые, и понять, как работает невроз, как он возникает, что его провоцирует, они пробовали неоднократно. Но, как известно, на людях не очень поэкспериментируешь. Есть масса каких-то странных юридических препятствий к этому занятию. И хотя это не одобряют защитники животных, но очень много было выяснено с помощью работы с животными, с собаками и с другими животными. Каким образом можно было симулировать, вызвать ситуацию невроза? Одна из них самая простая. Вообще всё это, хотя говорят, что некорректно проводить параллели между животными и людьми, всё взаимосвязано. В общем, близко. Одна из них – ограничение свободы. Если животное очень долго зафиксировать в каком-то положении, и ограничивая в перемещениях, оно начинает проявлять признаки невроза. А вторая – это когда животному дают постепенно всё более усложняющуюся задачу. Ну, например, есть живот, которые способны различить квадрат и овал или круг. А вот если овал делать всё более и более вписывающий в этот квадрат, делать его всё более и более приближающимся по форме, это усложняющаяся задача, это напряжение, куда животное тоже начинает давать невротические реакции. Кроме того, пример, который мы часто в наших передачах приводили, когда животное получает одновременно импульсы взаимоисключающие. Ну, например, животному сначала подают сигнал звонком, и после этого его сразу кормят. То есть какое-то время вырабатывает условный рефлекс, и на звук звонка уже начинается слюноотделение, и животное испытывает приятное предвкушение к кормлению. Отдельный путь – это когда животное бьют током, а перед этим идёт световая вспышка. И через какое-то время световая вспышка подаётся, она сама обсюживает страх и реакцию, как вот животное уже получило удар током. Потому что ожидание включается. Ожидание, естественно. Это как молния и гром, кстати. А вот когда животному подают оба сигнала одновременно, то есть и звонок, и световая вспышка, и один из них обещает удовольствие, а второй – боль, вот это называется чистая картина экспериментального невроза. То есть животное начинает метаться, выть, может стать агрессивным, может стать пассивным и забитым, может вообще перестать реагировать на что бы то ни было. Отдельная форма экспериментального невроза, мы о ней когда-то говорили, у нас была передача на тему выученной беспомощности, если помните, да, о чём шла речь. Когда животное его впускали в специальную камеру, где к полу был подведён ток. И где бы оно ни находилось, но получало удар током. Собаки метались, и потом просто ложились и перестали реагировать. И потом часть этой комнаты отделяли небольшим барьерчиком, и за этим барьером ток не подводился. Так вот, были собаки, которые перепрыгивали через этот барьер, а были те, которые уже смирялись с этой ситуацией, и какой бы ни был удар ток, они даже не пытались его избежать. Они демонстрировали полную покорность в судьбе. Тоже экспериментальный невроз, своего рода. Каким образом, какие возможны реакции? Есть реакция возбуждения, агрессия, двигательная активность и тому подобное. Есть реакция торможения, сонливость, депрессия и тому подобные ситуации. Есть смешанная ситуация, когда это всё чередуется. А теперь давайте всё это примерим на нас, на двуногих и вроде бы много чем в животных отличающихся. Я думаю, что если мы сейчас всё, о чём мы говорили, перечислим и примерим на человеческий опыт, мы легко найдём любому, любой из этих ситуаций аналогию в человеческой жизни. Это правда, если не вдаваться в конспирологические теории, вряд ли может стать экспериментом. Хотя, почитайте регулярно появляющиеся тексты в прессе, в интернете, о том, что над нами ставят чудовищный эксперимент. Кто ставит, не совсем понятно, но ставят. Дебилизация населения, Октябрьская революция, Советская власть – тоже чудовищный эксперимент, за что не возить чудовищный эксперимент. Мы живём в «Матрице» ещё один такой. Да, да, да. Интересно, распространённый миф. Ну, этот миф хоть был красиво художественно подан, есть за что зацепиться. Что такое, какие мы видим аналогии в человеческой культуре всему вышеперечисленному? Ну, ограничение свободы мы прекрасно понимаем. Причём, мы можем говорить об ограничении свободы. Ну, лишении свободы, когда человек попадает в тюремное заключение, понятно. Или ограничение свободы человека, живущего при очень жёстком тоталитарном режиме, который тебя в прямом переносном смысле ограничивает в перемещениях, в идеях, в свободе действий и так далее. Или, я думаю, когда мы говорим об ограничении нашей свободы, я думаю, что человек, который весь в кредитах, который напрямую зависит, живёт от зарплаты до зарплаты, и деньги очень быстро заканчиваются, я думаю, что он тоже очень ограничен в свободе. Я думаю, что по мере нарастания этой зависимости от твоей материальной ситуации создаёт картину невроза, что угодно. Мы можем получить депрессии, мы можем получить двигательное возбуждение, особенно если человек выпил или принял что-то ещё. В крайних ситуациях можем получить массовое убийство, то, что происходит периодически в самых разных странах, стрельба, поножопщина и тому подобные вещи. То есть мы получаем любые реакции. Что у нас дальше? Противоречивые сигналы и удовольствия, и наказания. Куда наша мысль обращается в первую очередь, Вадим? Где мы сталкиваемся с удовольствием с наказанием вместе? Ну, публичный дом. Это интересная мысль, Вадим. Можно получить и удовольствие, и потом и наказание. Это для любителей наказание. Хотя потребители обычно у нас не наказываются, но в ряде стран, кстати, можно в этом смысле оказаться. Я думаю, что мы с этим сталкиваемся, начиная с самого детства. То есть ситуация, где ребёнок вроде бы находится там, где его должны любить, и эта любовь, казалось бы, получает от самого рождения, и она ему гарантирована. Но не тут-то было. Через какое-то время включаются вдруг принесённые родителям откуда-то идеи о физических наказаниях, ещё о чём. Недавно мне пациент рассказал историю о том, как в детстве никогда, его никто не лупил, и гулял он, где-то же они в жиле не в холодных краях, гулял он в валенках и в галошиках, даже не галошиках, а галошики, ему было там 4 года, или что-то такое. Один этот галошик он потерял, и пошёл папу с ним искать этот галошик, и нашёл, ну, сказал, папа, теперь тебе надо будет высечь. Я говорю, за что? Нет, ну что, ты знал, что нельзя терять галошики. Я уже шёл домой, что-то как меня будут бить, мне было страшно. Я прибежал домой, прибежал к маме, что меня защитило. Мама сказала, нет-нет, тебя надо высечь, тебе обязательно надо высечь, чтобы ты понимал, что нельзя терять галошики. Я говорю, бедного ребёнка берут и бьют ремнём. Без злобы, как вы понимаете, без ярости. Но травма всё равно нанесена. Но просто бьют. Психологическая. И вот вам та же ситуация, где есть вроде бы и любовь, и забота, и в то же время появляется боль, страх и тому подобное. Я думаю, что это ведь только начало. Кто-то говорит, и, наверное, не зря, что мы все в той или иной степени невротики. Невротики только те, кто психотики. Только у них нет невроза, у них уже есть психоз. Это какая-то более мощная единица. И я думаю, что человек, научившийся этому в детстве, что такое, казалось бы, невозможное совмещение в одной точке и любви, и боли, и так далее, дальше появляются эти дурацкие поговорки, типа, от любви до ненависти один шаг. Дальше человек понимает, что отношений, связанных с любовью, без боли не бывает. Он в это искренне верит. Что-то, кто тебя любит, обязательно будет причинять тебе боль. То есть, это нужно выстрадать? Это связано. Это идёт, ну вот, не знаю, как это. Эти вещи невозможно разделить. Ну, не знаю, если бы смешали в коктейле водку с соком, вы их уже не разделите. Здесь, наверное, та же самая история. Ну, это такое извращённое восприятие любви, что любовь через боль. То есть, чтобы почувствовать любовь, нужно пройти через боль. Извращённое, не извращённое. Он его получил. Он в нём вырос. И он так это себе представляет. Да. Да. Это те ситуации, которых мы тоже часто упоминали в передаче. Люди, для которых, люди, которые вот в таком вот выросли, для них отношения любви где... На звонок? Да. Есть звонок. Прими его. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Вот я хотела спросить. У меня у подруги внучка. Она ходила в обычную школу. Она ходила в музыкальную школу. Она ходила на карате, ещё там куда-то. Родители считали, что это для её блага, ей будет хорошо. Кончилось с тем, что она вообще перестала куда-то ходить. Придела целыми днями дома. И непонятно, чем занималась. Вот как таких родителей-то убедить? Что это, может быть, тоже невроз у ребёнка будет? Спасибо. Да, спасибо вам. У родителей, к сожалению, обычно это делают из лучших побуждений. Благими намерениями, как известно. Ну, это, мы будем говорить, банальность. Во-первых, родители считают, что чем больше ребёнка ты чем-то займёшь, тем меньше у него времени останется на глупости, на плохое, на… Это классическая история. Дети, которых загоняют в музыкальную школу, заставляют в ней учиться до упора. А потом они выходят и закрывают инструменты. Дети показывают этот диплом, говорят, вот вам диплом, и больше никогда в жизни не подходят к музыкальному инструменту. Я, кстати, знаю такого человека. Я таких много знаю. Я таких много знаю. Я думаю, что здесь тоже как-то смешивается любовь и принуждение. Вот есть люди, для которых это нормально. Если я тебя люблю, как это было сказано, говорят, что ты из Библии, я не уверен. Жалеющие розги для чада своего не любят его. То есть, бьёт, значит, любит, если так перефразировать эту фразу. Да. И эта история, если ребёнка заставить как можно больше сделать, он будет тебе благодарен. Кто-то, может быть, и будет. Но я думаю, что многие испытают живейшее отвращение к тому, чему заставляют заниматься. Здесь некий баланс. Сейчас, мне кажется, очень много модных теорий, что ребёнок сам знает, что ему нужно, и он тонкое, высокоорганизованное существо, поэтому не надо ничего ему навязывать, а надо просто дать ему идти своим путём. К сожалению, ребёнок, которому он дашь просто идти своим путём, ничего не навязывая, если этот путь его приведёт в бесконечные просторы интернета. После чего, подрастя, он тебе скажет, я-то был ребёнок, а ты где был? Да. И кто наставлял меня на путь, естественно. Да. Нас сбило. Чего мы говорили до звонка? Говорили о неврозах. Это понятно. Мы говорили о том, как любовь и насилие в одном флаконе существует и дальше. Так вот, то, что мы упоминали. Люди, которые, кстати, больше имеют отношение к женщинам, по моей практике, по крайней мере, для которых мужчины-носители любви в чистом виде, в каких-то болевых компонентах, не представляют интереса. То есть? То есть, если мужчина просто нежен, влюблён, говорит комплименты, нежен и заботлив в сексе, и так далее, и так далее, он или не интересен, или вызывают, как сказала одна моя пациентка, слюнтяй какой-то. Стряпка. Да, да, да. То есть, мужчина, в нём взятие должен быть, вообще в отношениях должен быть элемент боли и преодоления. То есть, брутальный, жестокий, жёсткий. Не обязательно брутальный, кстати. Совершенно не обязательно брутальный. Тот, который издевается, игнорирует. Унижает. Унижает, пренебрегает, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я почуваю, речь идёт не о том, что у людей происходят некие садом маза игры в постель. То, что по обоюдному согласию, в такой ролевые игры по... Уж, которые никого особо не ранят. Речь идёт о таком, достаточно жёстком отношении в повседневной жизни, в повседневных отношениях. И вот это, как ни странно, тоже становится той самой частью невротической жизни. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Мы продолжаем программу «Диагноз недели». Экспериментальные неврозы – тема нашего эфира сегодня. Ну, мы с них плавно перешли на то, как экспериментальные неврозы проявляются в нашей повседневной жизни. Но тема широкая, и есть разные ответвления как раз. Да. Выученная беспомощность – это тоже, мы об этом была передача, мы знаем, как много людей в этой решетке выученной беспомощности. Это когда ты смирился. Когда ты смирился, терпишь. Люди находили этому веками объяснение. Страждущим воздастся где-то в другой жизни за терпение. Ну, наверное, это всё меньше кого-то утешает. А есть люди просто смиряющиеся, даже без надежды на следующую жизнь или райское будущее. Наверное, в неврозах мы можем, как ни странно, поискать какие-то плюсы тоже. Ну, есть очень старая дискуссия на тему того, что искусство, творцы, художники – это тоже, в общем-то, невротики. – Потому что более эмоционально видят мир? – Ну, потому что спокойному человеку, у которого всё хорошо, скорее всего, не придёт в голову писать картины, снимать фильмы, писать книги. Такое спокойствие, оно даёт какую-то, знаете ли, не всегда тут активность. Хотя Фрейд считал, что как раз искусство, в общем-то, мы сублимируем самые разные вещи, и это не даёт неврозу нас разрушительно действовать. Сегодня посмотрим самые разные виды искусства, те, о которых Фрейд даже не подозревал. Есть произведения пугающие, есть произведения, действия разрушительные, не знаю, но шокирующие точно. – Но Босх, например, «Матрица»? – Босх – это отдельная история. Насколько я понимаю, чтобы разбираться в Босхе, надо очень хорошо знать средневековую символику, вся его картина – это бесконечный набор их средневековых символов. Я бы даже сказал, что Босх – это разрушительно. – Но Босх – это красиво и ужасно одновременно. – Да, это не такое уж редкое сочетание. Что такое невроз? Это какая-то часть нашей борьбы с дискомфортом этой жизни. Когда-то было интервью Дмитрия Быкова с Борисом Стругацким, когда Борис Стругацкий уже был в преклонных годах, и они рассуждали о тех мирах, которые Стругацкие создавали, и Быков сказал, вот в этом мире вам уютно, и Стругацкий сказал, а кто сказал, что в этом мире должно быть уютно. Тут мы опять приходим к классической теме выхода из зоны комфорта, но опять на самом деле это хороший вопрос. Безмятежность и спокойствие нам обещают где-то в той жизни. – Как награду за хорошее поведение в этой. – Хотя кто-то из восточных людей, кто-то из поэта тоже, потому что спокойный ум – это залог долгой жизни. Вот это достижение спокойного ума, по-моему, то, благодаря чему огромный звонок у нас. – Да, есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? – Здравствуйте, меня зовут Марк Ильич. – Да, Марк. – Я хотел бы вам такой уточняющий вопрос задать. Какая разница между неврозом и тревогой? – Да, спасибо. – Тревога может быть составляющей частью невроза. Тревога может быть в самых разных видах невроза проявляться. То есть невроз – это некий комплекс. Тревога – это дискомфортное состояние, переживание, волнение, тоски направленное в будущее. То есть из тревоги обычно основное, о чём человек тревожится, о некой неопределённости, о неизвестном исходе, чего бы то ни было. Не может, какая-то задача или заболевание. Иногда у человека есть просто диагноз генерализованная тревожность. Человек постоянно испытывает сильное чувство тревоги, более или менее сильное. Когда он на пике, он может достигать панических состояний. А невроз – достаточно многоликая вещь. Это может быть невроз навязчивости. Ну, сейчас другая классификация совсем. Это сейчас тоже было неврозное расстройство. Может, невроз навязчивости, истерический невроз. Есть известные всем в сексологии невроз ожидания и тому подобные вещи. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните, пишите, также участвуйте через WhatsApp в нашей дискуссии. 2-3-0-6-1-9-1. Вот вы как раз говорили о совмещении ужасного и прекрасного. А вот это совмещение, опять же, может каким-то образом спровоцировать невроз, когда мы видим что-то очень красивое или что-то очень страшное? Или одновременно? И красивое, и страшное. Как падение метеорита, допустим. Я не думаю, что простое лицезрение красивого или страшного одновременно может вызвать невроз. Но война ведь, как считают некоторые, может быть одновременно и красивой, если мы говорим различные пиротехнические эффекты, и страшная, когда мы видим, к чему это всё приводит. В войну мы не лицезреем. В войне мы есть она, не дай бог. Рядом с нами мы в ней участвуем. То есть, условно говоря, война Хуту и Тутси в Африке не вызывала невротических состояний у людей в Европе. До того момента, пока не сняли фильм «Отель Руанда», кстати. Да. Который многих впечатлил. И тоже фильм, наверное, впечатлил, но не вызвал невроза. А вот если мы вспомним то, что происходило, когда был карибский кризис. 1962 год. Да, когда была угроза ядерной войны. Говорят, что множество детей, постоянно спрашивали родителей, а мы погибнем, а нас сбросили. Это были как дети, как и в Америке, так и в Советском Союзе. А мы погибнем, а нас сбросят бомбы, а мы все умрём. Кстати, не знаю, правда или нет, где-то не так давно писали, что после выступлений Грет и Тунберг, множество детей, да, множество детей стали спрашивать, а правда, что скоро будет наводнение, и мы все утонем? А правда, что скоро мы все задохнёмся, мы оставимся без еды, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, я думаю, что вот такие ситуации, когда ты не просто наблюдаешь красивый фильм, пусть даже с пугающими картинами, а когда угроза непосредственно, прикладывая, ощущается рядом с тобой, да, это тоже может дать невротическую реакцию. Я думаю, что, ну, мы знаем множество ситуаций, когда люди побывали в аварии, допустим. Люди побывали в аварии. Боятся садиться за руку. Да, и какое-то время страшно попасть в эту ситуацию. Люди, которые когда поскользнулись, вот, особенно пожилые люди поскользнулись, упали, сломали ногу, боятся выходить на улицу. Иногда есть люди, которые вообще начинают бояться встать с кровати и становятся полностью зависимыми. То есть, это то самое состояние пассивности, торможения, когда всю ответственность за себя люди дают в чьи-то руки. То есть, человек, который переживает определённое событие негативное, есть вероятность, что страх, который он испытывает после, может превратиться в некое навязчивое состояние, то есть, в невроз. Да, но мне кажется, это тоже зависит от того, с какой Личностью мы имеем дело, на какую почву этот невроз падает. То есть, предрасположенность всё-таки должна быть? Да, конечно. Причём, зависит от склада Личности, могут быть различные проявления невроза. Ну, допустим, есть люди изначально более тревожного, более чувствительного склада. Они могут дать невротическую реакцию намного более острую и очень разнообразную. У кого-то это будет паническими реакциями, у кого-то будет просто усиленной тревогой, а у кого-то это станет неврозом навязчивых состояний, что тоже достаточно мучительный, в основе тоже имеет некие тревоги. Но невроз может пройти сам по себе? То есть, условно говоря, как у человека, который пережил какое-то событие, страх может всё-таки пройти сам по себе, даже без соответствующего лечения, если у человека невроз, и он диагностирован? Лёгкий невроз может пройти, почему нет? У меня была хорошая цитата, где-то я её нашёл, сейчас попробую её отыскать. Лёгкий невроз совершенно точно может пройти. Я пока напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, это программа «Диагноз недели», в студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Задавайте ваши вопросы. Невроз может пройти, лёгкая невротическая реакция может пройти. Если, ещё раз, это упало на, увы, благодатную почву, или стресс достаточно мощный, то с этим труднее. Кстати, некоторые считают, что невроз, вызванный единичным мощным стрессом, пройдёт быстрее, чем невроз, который возникает в результате более слабого раздражителя, но регулярно повторяющегося. Ну, это не относится к тому, что мы называем посттравматическим синдромом. Вот это регулярно повторяющееся, травмирующее событие. Ну, посттравматический синдром, всё-таки, тот, обычно, к тому принято говорить, не такой уж слабый раздражитель. Звонок? Да, принял звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Александр Близавод. Да. Скажите, пожалуйста, вот мы живём в мире сейчас стрессов, вот такой нервозности, а что сиюминутно надо сделать человеку, когда он почувствовал этот стресс, или авария, или пожар, не знаю, поругался с кем-то, вот что ему надо сделать, чтобы резко успокоиться, чтобы не дошло до инсульта или до инфаркта? Ну, резко успокоиться тоже уже звучит как-то. Звучит настораживать. Ну, в первых, спешу вас успокоить просто от стресса, чтобы дошло до инсульта, до инфаркта, только если у человека уже достаточно запущена болезнь сосудов, если у человека уже сосуды забиты холестеринными атеросклеротическими бляшками, если у человека уже здоровье подорвано, тогда это может дать инфаркт или инсульт. Обычному человеку даже в очень сильном стрессе инсульт, скорее всего, не грозит. Как быть, тахикардия, да? Ну, сердцебиение, может быть, ощущение страха и паники, но это, очевидно, уляжется. Что обычно? Ну, обычно, в общем-то, достаточно простых вещей. Кого-то рядом, кто тебя успокоит, кого-то рядом, с кем можно поговорить. Ну, вот лично я уже достаточно давно освоил какую-то простейшую дыхательную гимнастику, дыхательные упражнения, есть такое глубокое медленное дыхание, которое прекрасно позволяет справляться с тревогами, с неприятными ситуациями и тому подобными вещами. Вот. Поэтому я думаю, что найти такие вещи, занятия типа йоги, тайцзи, цигона и прочих-прочих вещей могут дать, не обязательно заниматься годами, могут дать такой небольшой джентльменский набор того, что стоит делать при стрессовой ситуации. Иногда, наверное, даже в разовой ситуации можно принять некоторое небольшое количество алкоголя, но не стоит делать это регулярным спасением от всех переживаний, а то вы получите плюсовым неврозом и тревогом, ещё и зависимость, это никому не нужно. Но если всё-таки вернуться к теме посттравматического синдрома, вы сказали о том, что как раз этот раздражитель должен быть достаточно сильным. То есть, если раздражитель недостаточно сильный, посттравматику мы не получим, даже при регулярном. Конечно, нет, потому что если мы говорим о чештовых, ну, в первую очередь, это военные, о которых мы говорим. Это люди, которых на глазах погибают их товарищи, живут со страхом смерти, возможно, отраненные, и это, когда люди живут подолгу в ожидании возможной смерти, это, конечно, трудно назвать слабым раздражителем. Ну, это может относиться и к полицейским, и к врачам скорой помощи, например, и так далее. Может, но, конечно, не в такой степени. Ну, наверное, люди, которые жили долго в очень травматичной семейной ситуации, мы тоже можем говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве. Они из этой семьи выходят, а это ощущение остаётся. Вот. Ну, так, какое-то было у Маяковского. Я знаю, что гвоздь в моём сапоге страшнее любой фантазии у Гёте. Это, как мне, вроде бы, с юмором написано, но при этом это понятно. Вот этот постоянный мелкий раздражитель. Который сводит тебя с ума. Да. Известная вещь, что иногда, когда большое количество слепней, мошкары и так далее, погибают животные на пастбищах, потому что бесконечного количества укуса они просто не переносят. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я был свидетелем нескольких случаев, когда чтобы человека уволить с работы, применяли к нему психическую травму, ну, как бы издевались, да, и человек либо в больницу попадал, либо убегал от страха просто. Так вот, может, невроз – это нормальная реакция нормального организма, нормального человека на такую психическую перегрузку, то есть психическую, там, психологическую травму. Может, знаете, как избавиться от невроза и депрессии? Спасибо. Да, спасибо. Ну, как избавиться от невроза и депрессии – хороший вопрос. Он такой на пару монографий. Я думаю, на эту тему написаны тома. Лучший способ избавиться от невроза и депрессии – это их профилактика. О профилактике, мы уже много раз говорили, начинается ещё в детстве, когда ты растишь ребёнка, уже желательно стараться растить его так, чтобы он чувствовал себя способным справляться с проблемами. Не создавать ему ту самую ситуацию, о которой мы говорим – сочетание и любви, и страха одновременно. Кроме того, совсем не всякий человек в результате психологического давления, травмы попадает в больницу или в панике бежит. Есть люди, которые выбирают для себя осознанное отступление как способ защиты. Люди предпочитают отступить, нежели приносить себя в жертву. Есть люди, готовые сражаться, идти до конца. Не так давно было несколько статей по защите детей от боллинга в школе. То есть есть матери, которые чувствовали родительство беспомощным, есть родители, которые поднимают на ноги всё, начиная от полиции, кончая министерством образования, и уж добиваются того, чтобы их ребёнка оставили в покое. Поэтому реакций множество, и они опять зависят от того, с какими людьми мы имеем дело. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как Вас зовут? Владимир, мы только по маленькому вопросу. Что на здоровье больше трогает? Оставили стресс, в котором мы сейчас находимся, или депрессия? Может ли человек сам отребаться? Опять же депрессия, да, после того стресса. Что надо начинать, по Вашему мнению? Постоянный стресс или депрессия? Депрессия – болезненное состояние. Если Вы в депрессии, то уже всё нехорошо, значит, Вы уже не справились с постоянным стрессом, или с какими-то тяжёлыми событиями в Вашей жизни, или это депрессия, то, что это эндогенная, возникающая без особых причин. Но если депрессия есть, её уже надо лечить. Мысль о том, что она сама пройдёт, приводит только к этому, по-моему, вещаем регулярно. Она просто становится хронической, запускается, она успевает испортить самые разные сферы Вашей жизни, отчего она ещё и усугубляется в дальнейшем. Поэтому, если у Вас есть подозрение, что у Вас депрессия, лучше сходить с кем-то профессиональным поговорить. Желательно не слушать советов в интернете, типа, помолись, обливайся холодной водой, займись делом, займись спортом и так далее. Возьми себя в руки тряпать. Да, возьми себя в руки и тому подобные вещи. Постоянный стресс, мы не можем от него избавиться, к сожалению. Я думаю, что он в той или иной степени есть. Всё, что мы можем делать, это, с одной стороны, понимать, что вызывает у нас стресс, задаваться вопросом, как мы можем ему противостоять, уходить из стрессогенной ситуации или как-то пытаться отстаивать свои интересы. Вторая часть, это то, что я уже говорил, надо вслушаться в себя, что я за человек. Если я человек особо чувствительный, уязвимый для стресса, если я человек тревожный, очень ранимый, стоит задуматься, почему я такой и что с этим делать. Увы, найти место без стресса невозможно. Если вас, как Робинзон и Круза, вы сидите на необитаемый остров, вроде никто вас не обижает, но стресса там будет более чем достаточно. Поэтому, наверное, универсального лекарства от стресса не существует. Разве что пятница. Тоже, наверное. Хотя мы не знаем, что... Есть масса людей, которые ожидают выходные с ужасом, потому что не знают, чем себя занять. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Наталья. Я не слышала, к сожалению, всей, может быть, программы только часть. Я хотела узнать у вашего гостя, а как распознать тогда депрессию? Вот хотя бы понять, что есть какие-то предпосылки для этого. Потому что стресс, хроническая усталость – это одна история, а депрессия, я так понимаю, что это совсем другая. Спасибо большое. Спасибо вам. Вот плавно мы перешли от экспериментальных неврозов к депрессии. Мы сейчас возвращаемся к депрессии в любой передаче, и это, наверное, логично. Значит, депрессия – это постоянно сниженное настроение, это тоска, это ощущение подавленности, это то, что называется ангидония, когда ты перестаёшь получать удовольствие, что ты получал ранее. Депрессия может быть тревожной, то есть ведущей может быть постоянная тревога. Депрессия может быть апатической, когда у вас вообще отсутствуют любые чувства и желания, просто хочется лежать, смотреть в потолок. Депрессия может быть маскированной, когда у вас полным-полно каких-то физических жалоб, и при обследовании не находят никаких заболеваний. Тогда тоже не исключено, что депрессия прячется за этими симптомами. То есть в любом случае, если у вас есть длительное, ни день, ни два, и даже ни неделю плохое настроение, стоит задуматься, как давно она у вас, как давно это состояние, ухудшается ли оно постепенно, насколько вам легко вставать с утра. Одна из таких черт депрессии – это тяжёлое состояние по утрам, когда себя просто невозможно вытащить из постели. Кстати, как раз сегодня в Фейсбуке написал небольшой пост, такое стихотворение, которое просто замечательно иллюстрирует, что такое депрессия. «И встать я не встаю, и спать не спится, и так проходит ночь, и утро настает. Все говорят, весна, а дождь не кончил лица, и я с тоской смотрю, как он идёт, идёт». Это написал японский поэт Аривара Норихиро в девятом веке нашей эры. То есть депрессия что-то древняя. Да, здесь в пяти строчках есть всё. Есть весна, потому что депрессия часто сезонность, это весна и осень. Встать не встаю и спать не спится, человек не может не уснуть в бессоннице, и нет сил встать, поднять себя из кровати. И вот проходит ночь, и утром света сливается в нечто целое. И ещё нет тоски. Весь мир как будто покрыт дождём, пелен серостью и так далее. Прекрасно описано. Всегда лучше, мне кажется, такие состояния описываются в хорошей литературе, нежели в психологических книжках. Ещё один звонок под занавес эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Под занавес хотелось бы сказать, что весь наш народ, ну и вся наша страна живёт в постоянном стрессе. Согласен ли с этим гость ваш, и как он вам что-то может рассказать. Но в постоянном стрессе имеется в виду, что постоянный каждый день какие-то подарки вокруг. Ну, имеется в виду и налога, и вообще жизнь, и ценовая политика, и всё так далее. Спасибо вам. Я вам больше скажу, что весь мир живёт в постоянном стрессе. Я не знаю насчёт святых, я не знаю насчёт йогов и буддийских монахов, практикующих медитации, духовные практики. Говорят, что есть те из них, которые отрешились мирской суеты и живут в каком-то другом измерении. Я думаю, что большинство из живёт в стрессе. Проблема не в том, что мы в нём живём. Проблема в том, как мы выстраиваем свою жизнь, есть ли ли что-то ещё, кроме стресса. Умеем ли мы находим какой-то противовес, умеем ли мы всё-таки слышать себя, понимать, что в нас этот стресс вызывает, и соответствующим образом провести какие-то перемены в жизни, в отношениях, в работе, в чём угодно, для того, чтобы наша жизнь не была сплошным стрессом. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим программу «Диагноз недели». В студии работали врач-психиатр Арелий Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Татарёв. Всего доброго и до свидания. До свидания.